Саш, Панфилова 12, пятерочка. 50 лет ударилась головой без сознания. На планшет врача-анестезиолога-реаниматолога Алексея Шишина поступает срочный вызов. Бригада скорой только что доставила человека с сердечным приступом в больницу и тут же снова отправляется на помощь к очередному пациенту в другую часть города. По регламенту медики должны прибыть на адрес в течение 20 минут. Добираются за 10. У продовольственного магазина женщина потеряла сознание, сильно ударилась головой. Из-за сильного дождя работники торговой точки перенесли пострадавшую под крышу в здание. У женщины на голове гематома. Ее тошнит, она с трудом говорит. Я верю, что вы не дойдете. Мы вас и не повезем домой. В больницу придется ехать с такой гематомой. Женщине делают уколы и переносят ее в машину скорой помощи. Следующий пункт – больница. Рабочая смена врача-анестезиолога-реаниматолога Алексея Шишина начинается в 8 утра. График – сутки через двое. Ежедневно в среднем он выезжает к 10 пациентам. Бригада работает с тяжелыми случаями – инфаркт, инсульт, серьезные травмы. Говорит, за 22 года практики еще никогда не видел такого течения болезни, которое происходит у людей с начала пандемии. Пациент на глазах ухудшался и достаточно малый возраст. Был мужчина 38 лет, был мужчина 42 года. Были женщины, которых резко заболевали. У одной инсульт случился, у другой сахарный диабет. Сахар в ноль упал. Никогда этим никто из них не страдал. В течение 5-6 суток максимум от начала заболевания развивалась стойкая зависимость от кислорода. У них сатурация без кислорода падала до 40. Критических я таких в жизни не видел. Приходилось и положение тела применять, и вентиляцию применяли тоже. У нас, слава богу, аппаратура теперь позволяет. Машины выдали только в апреле с современным оборудованием немецким. В Химках Сергей Шишин работает 6 лет, переехал из Читы. Говорит, там частой причиной выездов были травмы, в том числе и огнестрельные ранения. Здесь же чаще встречаются сердечные патологии. О причинах этого можно только догадываться, говорит врач. Стресс – быстрый ритм жизни. За то время, что я здесь в Химках работаю за 6 лет, в моем мозгу сосудистая патология помолодела лет на 15. Я здесь впервые в жизни увидел повторный инфаркт в 26 лет. Причем без всякой хронической какой-то или врожденной патологии. Это просто мужчина-дальнобойщик. Сейчас мы ездили уже на подтвержденный, да, инфаркт, молодой инфаркт, где уже врачебно определен он был. То есть нам нужно было его перетранспортировать в региональный сосудистый центр. 34 года работает поваром. За годы работы врач-реаниматолог видел сотни летальных случаев. Такому, говорит Алексей Шишин, невозможно привыкнуть. Печально, когда это, допустим, детская смертность какая-то, да, то есть несколько раз. Ну, потрясает всегда, как молодые мамы, да, засыпают со своими малышами и просыпаются уже при, ну, удушив их грудью. Вот. Потрясают также, ну, вот эти люди, которые решаются покончить жизнь самоубийством. Был мужчина с 25 этажа, выпрыгнул, порвал его там, он приземлился на эти, на пандус, на перилы, разорвал его в разные, ну, сильно. Насчитал до кусочка мозга от места его падения 170 шагов. Нередко приходится проявлять выдержку и в общении с пациентами, родственники которых бывают не всегда согласны с методами оказания первой помощи. Бывает, что и сами пострадавшие находятся не в адекватном состоянии и в адрес медиков поступают оскорбления и угрозы. В такой ситуации, говорит Алексей, главное игнорировать сказанное, ведь лишние эмоции врача чреват ошибками ценой в чью-то жизнь. Мне нравится помогать людям, да, то есть быть полезным. А где более оценивается полезность, да, кроме как в здоровье? Вот. Редко где. Это во-первых. Во-вторых, как бы, почему именно на скорой помощи люблю? Потому что, ну, никогда не знаешь, что тебя ожидает. То есть каждая смена не может быть рутиной. Пока мне все нравится. За исключением психологического фактора, да, что все-таки угнетает немножко. Сегодня в Химках работает 22 бригады скорой помощи и около четырех десятков машин неотложной помощи. В пик заболеваний вирусными инфекциями они выезжают в среднем на 7 тысяч вызовов в неделю. До новых встреч! Продолжение следует...